звезда моя далекая коридор скидок надвигается распродам с дорогой так не сезон для распродаж венера на озон при полной корзине сама посмотри 17 по 30 апреля звездная распродажа на озон ребята всем привет новый день новый влог сегодня 26 марта воскресенье сегодня кстати ровно 25 недель беременности пошла 26 неделя я сегодня планировала проснуться пораньше накраситься начать влог в итоге я проснулась пораньше и увидела значит сообщение от фотографа о том что типа юль тут стилист визажей спрашивает ты завтра на съемке будешь с косичками или без чтобы понимали мы такие завтра только планировали в москву ехать короче я охерела оказалось что у меня завтра фотосессия должна быть о которой мы договорились с фотографом я ее тупо не записала себе в календарь и вообще забыла о том что мы договорились на конкретное число я была уверена что мы на стадии типа выбрать день забронировать студию ну короче это просто трындец я охерела и это было где-то в 12 ну что в один с чем-то я проснулась я охерела думаю блин вообще так не охота сегодня в москву ехать во первых воскресенье ну как конечно сейчас уже не такие точнее сейчас еще не такие большие пробки по воскресеньям потому что еще не начался вот этот дачный летний сезон но все равно это просто полнейший трэш и как бы вообще не планировали мы хотели отдохнуть нормально на даче и отменила съемку перевела деньги за студию 50 процентов то что забронировала фотограф ну короче тупо конечно извинилась тысячу раз мы бы могли бросить все сегодня поехать москву чтобы завтра в 12 часов я была там на студии уже там на макияже так далее но я понимаю что блин у меня только что во первых был автосессии ну куда мне еще одна автосессия сюда живот там не вырос не изменился у меня сил моральных ну желания вообще нет ну короче я не знаю как так вышло какая-то ну полнейшая ерунда вот такое бывает когда ты забегался замотался забыл записать и ну короче вообще не круто я такой не люблю я решила снимать видео сейчас потому что я буду снимать косы они меня уже заколебали ну как сказать заколебали я бы с ними ходила но они выглядят уже как патлы какие-то как грязные растрепанные патлы просто когда мы только их сделали это выглядело охеренно и еще два дня это выглядело охеренно а сейчас видите я не знаю вообще сзади наверно там еще хуже я очень беспокойно сплю в том что я беременная мне сложно найти позу ну короче вот это все и для тех кто хорошенько лежит в одной позе спит для них я думаю вообще норм и чем больше косичек тем дольше продержится тем лучше все будет выглядеть я уже один раз вчера как раз таки лаком тут все за пшикивала пользовалась у меня периодически чешется башка это как хочется почесать мне очень понравилось и обязательно буду потом пробовать еще делать такие причесочки но на данный момент своей жизни я хочу сказать все хватит хватит этих приключений сейчас я сниму всю эту красоту и буду расплетать косы и заодно посмотрим что там у меня будет и пока мой счет испытать буду с вами немножко болтать о вчерашнем дне потому что я особо не снимала ну короче начала снимать не знаю покажу вам эти камни нет но какой-то день был дурацкий еще наверно здание 3 косы вот с этой просто но все растрепалась я тут уже вот эти вот какие-то внизу отрезала а вот здесь например боюсь что вдруг это мои волосы так сказали снимать нужно отрезать там где точно знаете что не ваши волосы я думаю здесь точно не мои волосы отрезаем и получается у нас вот такая вот ужас такая стрёмная штучка и теперь просто расплетаем как обычную косичку ну должно быть это все несложно единственное знаете что мне сказали что как только я расплетаю одну нужно и хорошенько вычислить я забыла взять расчёс я имею бешеное желание помыть голову если честно причем пять раз десять раз шампунем но это из-за того что еще лаки всякие шмяки шмейки мне понравилось вот когда только делают реально охрененно просто я прям было восторге и на второй день тоже но из-за того что я сплю кручусь верчусь конечно это все начинает выглядеть так себе такие кочеряшки наверно все мощные ну кстати нормально я четыре дня проходила и три ночи вот снимаем я надеюсь что я ничего своего не отрезала ничего лишнего тут расплетаются то есть тут прям плетеные волосы которые нужно снимать короче вчера у нас по плану было собрать кроватку детскую слава этим занимался в москве мы тщательно посмотрели что у нас там лежит на балконе чтобы увезти на дачу то что нужно чтобы не короче не напутать ничего и привести сюда кроватку с деревянной вставкой из happy baby которые нам прислали и на балконе у нас получается чё стояла одна коробка на как в которой был стульчик детский мы его уже раскрыли другая коробка со всякими ну с какой-то мелочью типа там игрушки соски бутылочки это я уже так посмотрела но на видео не делал распаковку нужно делаю обязательно вот получается два расширителя для двух кроваток расширитель это вот у нас получается кроватка маме love есть маме люкс и вот для этих кроваток есть расширение сначала эти кроватки идут там до полтора года где-то потом их можно добавляешь специальные детали и хоть до семи лет ребенок может в них спать ну короче такие какие-то классные штуки мы честно говоря их планировали ну как бы для дачи в будущем потому что в новой квартире у нас точно будет что-то другое новую квартиру нас там уже детская вся запланирована что там будет кровать сразу большая пока ребенок будет спать люльки ну короче не знаю вот тоже кстати напишите в комментариях с какого возраста ребенок уже может спать не в кроватке вот в такой вот которая ну типа как вот эти вот люльки маленькие а уже что-то такое побольше так что-то тысячи надо вычесывать чтобы ничего не осталось то так вот и сюда на дачу мы планировали привести кроватку с деревянными вставками а в итоге мы сюда привезли ту которую мы планировали сначала в москве поставить в квартире где мы сейчас живем и в итоге все напутали конечно же и привезли в итоге не ту кроватку привезли ту которая беленькая такая красивенькая ну идеально бы вписалась в новую комнату которая у нас как бы детская ну ладно на самом деле я конечно из этого расстроилась немножко слава предложил хочешь типа ну все соберем как бы поменяем там но отвезем обратно я распсиховалась из-за этого конечно можно было бы так сделать но я не хотела потому что меня бесило когда мы сюда ехали что я не могу что-то собрать хотя на это и времени сейчас на не было так надо тут уже испытать это вообще не мои волосы поэтому я их так легко и быстро отрезала сейчас ее мы просто легко достанем все видите класс просто как-то волосяное представление вот я короче распсиховалась расстроилась типа как так черт возьми да ё-моё вот но в итоге все это как бы ерунда и и пофигу в итоге кроватку с деревянными вставками мы отвезем на другую дачу к моей маме наверное она как раз до 7 лет тоже и просто наш малыш когда мы будем приезжать к моей маме на дачу будет там спать на этой кровати то есть у нас каждый на каждой даче на каждой нашей локации будет дополнительное место для сна для нашего малыша ну это неплохо у нас много получается как дач и мест где мы будем периодически находиться и там нужно тоже чтобы малыша было свое какое-то место так ну что ж вроде мы все расплели тут вроде остались мои волосы но надо будет конечно все это еще вычесать сейчас прям сейчас до того как я вторую начну расплетать ой представляю как хорошо сегодня буду спать вот столько волос я сняла это все искусственные ну я так поняла не настоящие уж что это бы это стоило наверно очень дорого искусственные волосы но хорошие ну типа для того чтобы вот так вот знаете походить с ними я не знаю там пять дней две недели кто-то даже ходил вообще класс так сейчас я возьму расческу просто сказали лучше сразу учёсывать потому что потом мало ли чё ну чтобы жесты никакой не было ну и вот короче расстроилась вчера но в итоге все как-то решили уяснили плюс в начале мая к нам должна прийти большая посылка из одного магазина я обязательно буду делать офигенный большой обзор что-то много всего должно прийти классного прям можно сказать на 90 процентов наполнения детской комнаты вот этой где у меня стол кабинет можно сказать мой теперь там а я вчера в приложении прочитала что ребенку вообще никакая детская комната не нужна первые там типа полгода точно вообще ребенку лучше спать с родителями дабы исключить ну бывают такие ситуации когда малыши могут задохнуться поперхнуться еще что-то и короче ну понятное дело закончится это все очень плачевно поэтому первые там полгода точно ребенку лучше спать недалеко от родителей ну то есть рядом в одной комнате желательно СВД что такое синдром внезапной смерти что ли что-то такое короче в общем страшно конечно в любом случае понятное дело мы не планировали то что ребенок там сразу с рождения будет спать в другой комнате конечно нет но просто уголок то свой должен быть нам в нашу комнату некуда поставить там тот же пеленальный столик хотя кто-то мне писал что вообще это нафиг не нужно можно и без него обойтись вот ну как бы скорее всего ну блин нам хочется нам хочется мне хочется так отрезаем еще одну нашу пиявочку сейчас уже пол седьмого вечера даже представляете как поздно у нас закончилось молоко и мы думали что и у нас тут было аж целых три пакета молока таких которые долго хранятся но они все протухли не поверите два дня назад и масло для салата тоже два дня назад протухло и есть вариант в принципе съездить в город купить что-то но опять же таки нужно ли им у нас на ужин сегодня планируется котлетки вот я всегда когда мы собираемся поехать на дачу планирую наше меню типа что мы можем там поесть там не знаю макароны с сыром было бы неплохо я давно их не ела вчера хотела на ночь но слава богу смогла отделаться яблоком с мандаринами иногда конечно хочется какой-нибудь бяки сожрать но если вовремя одуматься и просто скажем так заполнить свой живот свой желудок чем-то другим то ты уже перестаешь чувствовать вот это вот чувство какого-то даже не то что голода а чувство того что хочется что-то сожрать что ты уже что-то сожрал и в принципе прикольно уже нету такой навязчивой идеи ну короче скажем так держать себя в руках можно иногда конечно как чего-то хочется так же есть но в целом так вот ограничиться чем-то ну типа знаете я вот я вчера себе сказала что ладно я не буду жрать макароны там на ночь тем более это же вообще ну не полезно прям совсем а я себе сказала что если я прям сильно буду хотеть продолжать есть эти макароны я их просто поем сегодня типа днем не знаю на обед какой-нибудь просто давно не ела макарошки с серым я специально это все запечатляю на видео потому что кто-то меня прям просил Юля с ними обязательно просто сейчас как бы ушел снимать я думаю ладно интересно еще одна такая же копна волос если честно а вчера блин девчонки и мальчишки съездила я на маникюр записалась на дачу у меня здесь есть уже свой мастер которому я хожу на маникюр мне безумно нравится как она делает ногти на педикюр я еще не ходила к ней ни разу ну вот маникюр просто просто офигенно и заплатила я тысяча девятьсот рублей для меня это знаете такое типа что даром просто даром потому что вы знаете раньше я ходила вообще за бешеные деньги на маникюрчик и мне там тоже нравилось ну просто тут конечно разница такая большая в цене получается вот и почему я на дачу сходила не потому что здесь прям типа сильно дешевле нет просто чтобы в Москве не тратить на это время потому что в Москве потратить там два с половиной часа грубо говоря на маникюр а то и больше с дорогой если то как-то больше знаете жалко потратить это время в Москве на маникюрчик чем на даче потому что на даче все таки ну типа нет вот этой суматохи ты сюда приезжаешь как бы отдохнуть и можешь выделить в один денечек выходной какой-нибудь времечко на на маникюрчик не так жалко его здесь скажем так на это потратить чем в Москве в Москве постоянно какая-то движуха так что вот очень радуюсь а то у меня постоянно блин все отрастает я очень не вовремя постоянно прихожу на маникюр надо заканчивать так делать я обязательно хочу в следующий раз делать косички знаете не такие а боксерские потому что я изначально такие хотела это типа две косы тоже длинные но вот как я люблю вот эти французские большие две косы вот так вот они называются боксерские вот но они типа держатся меньше чем такие и сейчас то я понимаю что в принципе я с этими проходила не так долго как некоторые ходят некоторые ходят там неделю две недели но честно я не представляю как ходить с такими прям две аж недели я могу представить там окей еще не знаю около недели как-то проходить хотя вот у меня все равно вы знаете я такая частюля что мне уже хочется и голову помыть и нормально чесать и дело даже не в том что мне там что-то неудобно спать пофиг ну как бы я привыкла можно сказать конечно уже эти волосы косы я их уже называю не косичками классными а патлы знаете такое злое название отношения к этим косам потому что они уже растрепались они уже все выглядят таким не знаю ну короче как-то уже не свежо все это выглядит и мне это не нравится но опять же таки для человека который наверное там не знаю так не ворочается как я и еще мне сказали девчонки кто косички делал что если есть какая-нибудь шапочка специальная для сна там не знаю шелковая не шелковая но есть такие продаются то можно что-нибудь такое еще на голову сделать или платочек какой-то завязать короче чтобы типа это все меньше растрепалось вот но не знаю у меня может дома там и есть платочек но я короче не стала понятно таким заморачиваться я думаю ладно уже не прикольно мне понравилось мне сказали что вот такая прическа как у меня шесть тысяч по-моему стоит ну там шесть тысяч с чем-то потому что каждый каждый декор вот этот колечко штучка которая у меня была они по сто рублей по-моему стоят вот но прикольные штучки вот эти декорчики тоже прикольные ну как минимум не знаю две четыре чего-то прикольно сделать если без перебора уж всю не обвешивать себя я выбрала такие как мне кажется плюс-минус типа что-то спокойное классическое получается заплетали мне волосы где-то два часа но я еще опоздала на 20 минут ну да где-то два часа два двадцать вот так вот где-то делали ну нормально но просидела я нормально у меня не было такого знаете типа блин как тяжело сидеть как долго вообще норм я думаю что еще из-за того что процесс интересный мне было интересно смотреть и плюс я сидела в телефоне ну короче вообще прям прям нормально намного проще чем сидеть на том же маникюре потому что развалился и сидишь сок попиваешь мне там сок дали вкусный какой я пила яблочный ну вот яблочный сок специально на дачу сюда никакие соки ничего такого не брали потому что здесь офигенские свежие домашние полезные компоты то что нужно так ну все одну сторону мы расплели получается за 20 минут с учетом того что я вставала пару раз и чуть-чуть болтала в начале без без действий ничего своего лишнего там не отрезала а то выглядят короткими такими ну наверное из-за того что они кучерявые не ну наверное ничего ах ужас блин на самом деле я очень рада что у меня не такие свои волосы по структуре ну у кого то просто кучерявые и кудрявые вот такие знаете пышные волосы и ну кому то кто то вообще балдеет от такого типа вау класс там раньше знаете химию делали моя мама даже в молодости там не знаю в мои годах что то такое ну может даже раньше моложе меня было дело химию всякие такие завивки и сейчас наверное я буду похожа на свою маму хотя не знаю все равно у нее по другому как будто было но у меня вообще не нравится такое прям не знаю не люблю поэтому я очень рада что у меня более такие гладкие волосы текстура структура текстура у нас там стирка вовсю что у нас на втором этаже было постельное белье уже такое давнишнее и его тоже сняли постирали вот оно там уже высохло на втором этаже наверное вчера стирку сделали и то что у нас на первом этаже было вот сейчас стирается уже закончится хорошо что я сказала делать вот эти соплюшки потому что с ними намного круче а их делают в конце я прям ну без них короче как-то вообще не то а с соплюшками классно я как будто уже приноровилась ну не на самом деле тут нечего испытать просто хочется сделать так чтобы ничего нигде не запуталась аккуратно но по сути оно и так нигде ничего не запутывается вот сделала вчера маникюрчик как я вам и сказала очень нравится вообще я хотела сделать из бежевого переход в белый такой знаете типа с каким-то специальным спонжем чтобы плавный переход был но у мастера там не было короче специальной штучки точнее она была но она была что-то короче в другом цвете и она это типа редко делает и сказала что типа блин она даже не ожидала что кто-то такое захочет ну да я тоже как-то что-то в последнее время давно такого не видела хотя ну нет я думаю в салонах красоты больших конечно там у них есть все инструменты хотя вот у мастера которому я на дом ходила у нее мини салон красоты можно сказать хотя я к ней на дом ходила вот здесь то что на даче прикольно было конечно жить с мыслями что не придется голову мыть часто ну как сказать часто я ее мою через день ну и по мере загрязнения просто из-за того что у меня были всякие съемки иногда мне приходилось там ее раз не знаю да не раз господи а два раза в день помыть но это только из-за того что съемки какие-то были на самом деле легко все снимается но все равно вот так вот прочесывать надо потому что там был все таки и лак и какой-то мусс специальный который вот у меня как раз все делали чтобы ничего не торчало плюс я еще лака добавляла вчера обшипала чтоб красиво было а в итоге ни хера нормально даже и влог не поснимала то есть рестораны из которых еду можно заказать вообще круто на самом деле тут прям жить можно но это к тому что знаете вот я даже думаю когда ребенок родится не знаю вообще на самом деле как будет когда родится ребенок потому что у всех настолько по-разному я на некоторых мамочек смотрю у кого недавно там малыш родился вот сейчас да из девчонок блогеров например у кого-то полно вообще свободного времени и на себя и собой заниматься и там вообще все и с ребенком и дома чистота и порядок и еда ну короче все знаете вот прям а у кого-то нету времени на это и жму не знаю там с ребенком проводят время но при этом дома например нет времени нормально там что-то сделать прибраться либо с собой заниматься ну короче я пока не знаю вообще как у нас будет но наверное должно быть плюс-минус думаю легко хотя я не знаю но блин я настраиваюсь что все равно все будет классно типа что настраиваться на то что у меня не будет времени там не знаю какие-то элементарные вещи сделать не знаю накраситься там хотя для кого элементарные для кого не элементарные но все равно не знаю я пока не знаю не представляю и не загадываю блин надо было мне с других начинать что так неудобно вот тогда я правильно с верхней начала сейчас неправильно все последняя косичка и можно с кайфом пойти помыть голову не представляю как так долго можно с такими косами ходить они же все равно ну более растрепанные становятся кто-то ну я в телеграмм рассказала типа все буду снимать косы что-то они меня заколебали уже там все как так ты с ними так мало походила что за чушь что за бред ну да ну блин все равно в следующий раз я буду делать обязательно чтобы фотосессия какая-то была а вообще я хочу опять к Соне обратиться девочки которая снимает рился вот и хочу снять что-нибудь такое тоже типа с преображением с косами что-нибудь прикольненькое что мне кажется это такое классное до и после пока мы здесь на даче находимся я немножко подуспокоилась я была такая немножко нервная ну кто-то напишет гормоны ну не знаю может быть так можно сказать но я не ощущаю это как гормоны просто я знаете хочу все успеть все и сразу у меня такое и вне беременности бывало что хочется все сделать идеально классно клево и не все получается сделать знаете так как хочется и начинаешь расстраиваться психовать даже не то что прям психовать как какой-то псих не знаю просто типа блин ну что за нафиг а тут уже наверное кучу волос можно снять некоторые сами сваливаются трэш и как девочка из звонка следующий раз буду делать боксерские косы для фотосессии ну эти тоже мне понравились скажу честно было прикольно необычно вот целый мешок волос искусственных я сняла со своей головы ох во первых я смогу голову чесать вааааа класс лайк как она а вообще для какой-нибудь съемки Типа я львица, какая-нибудь тигрица. Слава сейчас оборжется. А может, наоборот, скажет, вау. Даже лица не видно. Так, ребят, я сняла косы. И вот что у нас получилось. Такой пудель, вообще не могу. Сейчас кто-то может напишет, вау, как красиво, но я вообще не это, лицо аж не видно. Ну да, непривычно, конечно. Я снимала на видео, как я все это снимаю, распитаю. Это же целый мешок с волосами искусственными. Ох, сейчас как помоюсь, блин, девки, вообще. Капец, просто угар. Ой, какое сейчас будет блаженство. Я как качан капусты какой-то, посмотрите. Мега мозг. Вот так. В этом Славе показывается. Так, ребят, я решила сразу не выть голову, потому что мы все-таки решили съездить в город. Вот, и еще у нас просто лютый туман, вообще, закачаться можно. Вот, даже на камере видно. Круто. Ну, это испарения всякие. А еще пока мы спали, то, что там подтаивает, упали льдины. Вот такие. А так Слава тут вчера все дочистил, все было вообще идеально чисто, но все потаивает. Вот, и деньги упали. Там есть еще чему падать. Вау. Круто. Silent Hill. Вау. Мы гуляли со Славой сегодня, и вообще классно. Атмосферно. Ребята, новый день. Сегодня уже понедельник, и сейчас, вы не поверите, 6 часов. И мы только вышли на улицу. Но встали мы давно. Скажу честно, мы просто валялись в кровати, смотрели сериал где-то до 5 часов вечера. С каждым днем вообще все быстрее и быстрее тает. Вчера здесь все было в снегу, уже в тонком слое. Вот, но было и так ясно, что, скорее всего, многое сегодня растает. А сейчас вообще. Да, погодка, конечно. Ну, видно, что все мокрое, дождик шел даже. И солнышко было. Давайте посмотрим вокруг дома. Виф. Пойдем вокруг дома гулять. Так, трава отличается. Здесь то, что мы сажали. Видите, она такая, какая-то более жухлая, что ли. А здесь более устоявшаяся. Я накрасилась только что. Сегодня мы поедем в Москву. У нас еще есть парочку дел сегодня на даче. Я очень радуюсь, что сейчас не сильно мокро. Виф, иди сюда! Вивочка безумно хотела гулять, но все эти дни было прям очень мокро. И она сейчас с удовольствием пошла гулять. Да, мой сладенький. Вот тут снежок. Тут единственный снег, который не дает пройти нам нормально по тропинке. Боишься пройти? Что, по снегу боишься пройти? Давай я тебя пронесу. Иди сюда, Виф. Ну, идешь? Что за крыса выглядывать там? Встретимся на той стороне? Хорошенький мой. Виф, иди сюда. Иди сюда. Все, я ушла. Я надеюсь, что то, что сейчас все так активно тает, это хороший знак. И к 15 апреля будет прям хорошо. Ну, 10, 11, 15 апреля, не знаю. В общем, это те даты, когда мы думаем сделать гендер-пати. И мы хотим, ну, чтобы мы могли на улице тоже потусоваться. Пока не знаю, что в итоге у нас будет, если честно. Опа. Ну-ка. А это что за ростки? Вероятно, здесь что-то было в глубине, и оно проросло. Но узнаем об этом позже. Ну-ка. Там тоже ростки. И там ростки. Ё-моё. Мне кажется, это какие-нибудь лилии. Напишите в комментариях. Ни хера себе. Есть варик к гортензии присыпать удобрений. Не знаю, поможет ли. Опа, слушай-ка, и вон там какой-то этот растет. Я думаю, что-то, когда мы отсюда землю вытаскивали, потому что раньше цветы какие-то росли, какой-то, значит, там был, скажем так, семя. И это семя решило прорасти. Но это будет приятный сюрприз. Я не против. Вив, смотри сюда. Иди сюда. Тут какое-то семя проросло. А вон там тоже, смотрите. Слышь, иди сюда. Тут семя какие-то растут. Клёво. Не, ну нормально. Туи выжили, выстояли. Им бы тоже удобренится какого-нибудь. Я думаю, сюда надо дровишки-то убрать. Я их подставляла, чтобы... Потому что вот эта вот туя вообще, капец, была наклонена. Всё равно они, конечно, под наклоном так-то. Ну прикольно. Чудная погодка. Вот так сейчас тут во дворе. Помните, как тут черешня росла? Сколько её на полу валялось. Кошмар. Пойдёшь? Не хочет. Плачешь? Сейчас тебя домой отведу. У нас сейчас будет очень важное дельце. Нам нужно замерить вот эту всю стенку. Нам нужно замерить вот это. Вот это. Вот это по отдельности. Наверное, тоже вот это. Вот это. Всем окнё. Потом вот эту всю стенку до двери. И полностью. Ну короче, всё это надо. У нас в новой квартире нашей, где будет дизайнерское всё. И работает дизайнер. И мы уже смотрели там развертку. Или как это называется. Очень такая классная. Там всё подробно классно. Короче, суть в том, что наш дизайнер Лиля, она там всё так отмеряет, выверяет. Типа, чтобы всё на одном уровне было. Чтобы всё по стилю, всё по фэншую. Я просто стою здесь вчера, что-то убираю, смотрю. Я понимаю, что здесь всё на разном уровне. Посмотри. Это здесь. Это здесь. Это здесь. Это здесь. Ну типа, нет вообще ни одной какой-то концепции. Это на этом уровне. И это просто трэш. Ой, люли, люли. Люлечки мои. Опять на гробах. Сюда можно три родить. Да, Зай? Валетиком положить. В общем, мы сюда на дачу привезли не ту кроватку. Но я вам, по-моему, об этом уже рассказывала. Короче, мы должны были привезти сюда кроватку не с такими белыми вставками, а с деревянными. Но это ничего страшного. Мы этот вопрос уже уладили. Интересно, много там деталей? Насколько всё это сложно? Виф! Ты можешь обойти и залезть там, слышь? Вот она кроватка твоя. Только почему это то, что надо, я надеюсь? Ну да. А почему она вся белая, блядь? Да какая она? Это не то, блядь, с коричневыми вставками. Не знаю. Я не знаю. Такую, видимо, предположили. Нет, дело в том, что у нас для Москвы вся белая, а для дачи с коричневыми вставками. Но по названию здесь должна быть с коричневыми вставками, я ничего не понимаю. Мы перепутали, да? Давай собирать, вариантов нет в чём. Значит, будет по-другому у нас. Да пофиг вообще. Ну не пофиг вообще-то. Да мне пофиг, какого там цвета. Ну, видимо, пофиг. Я просто не могу понять, типа, что за фигня. Потому что мы же всё верно оставили. Или нет, блядь? Короче, мы дома на балконе, когда всё это сверяли, мы сверяли по названиям, которые указаны в этом самом. Блин. Ну я пока не вижу на ней рисунка, который должен быть. Может, там другая деталь. Просто чисто белый у нас нет кроватки. Одна с рисунками, другая, типа, с коричневыми вставками. А чё это за странность? Может, остальное всё там? Может, это... А, блядь, это, наверное, комплект расширения. Это не то. Это то, что нам понадобится в Москву через хуй сколько лет, наверное. Подожди, что за хуй... Где всё, блядь? Что это, блядь? Расширительные детали для белой кровати, которая планировалась у нас как бы в Москве. Но это как бы ладно. Мы сюда это и должны были привезти. Это всё верно. Я нигде не понимаю. Если у вас... Если у вас... Вот и кроваточка. Но это уже то, что нужно. Всё по плану. Просто мы вот этот комплект распаковали, который не надо было трогать. Но мы не догадались. Ну ладно, ничего. Это просто расширительный комплект. Мы его аккуратно сложим, перевяжем каким-нибудь скотчем и уберём наверх. Просто я не могу понять, что же тогда в той коробке. Вот что любопытно. Короче, ребята, рассказываю, что сейчас произошло. Я сейчас лежала просто как я не знаю кто. Помирающий лебедь. В общем, это ужас. Я не знаю, как так вышло, каким очком вообще лысым. Мы привезли сюда не ту кроватку. Сюда мы должны были привезти кроватку. Ох, блин, с деревянными вставками. А вот это чудо с вот такими красивыми узорчиками у нас должно было стоять в нашей детской комнате, в нашей квартире, где у нас теперь белые обои. Всё пошло просто по одному месту. Я не знаю, как так вышло. В итоге мы сюда привезли... Мы думали, что мы сюда везём одну кроватку. Не эту, а с деревянными вставками. Расширение для вот этой кроватки белой, которая будет стоять в Москве. Но расширение нам понадобится для ребёнка, когда он будет постарше, понятное дело. И мы думали, что мы сюда везём комод. Мы в Москву приедем, ещё разберёмся. Может, мы что-то напутали. И там в другой коробке комод. Короче, это какой-то трэш. В итоге я сейчас лежала и хотела плакать и сходить с ума. Слава предложил всё это... Ну, короче, не собирать, а повезти в Москву. А я распсиховалась и сказала, что нет. Потому что раз она здесь, значит, она будет стоять теперь здесь. Просто надо будет решить ту деревянную. Значит, мы, может, вообще на другую дачу отправим и в Москву другую сделаем. Я не знаю, короче. Я распсиховалась жутко. Расстроилась. Потому что я хотела вот эту белую с зайчиком красивым. В Москву! Ладно, похер. Всё равно скоро переедем. Так что Слава теперь собирает. А я лежала здесь и страдала. Я вам рассказывала, когда снимала волосы. Короче, вот такую кроватку, люльку, собрал Слава. Это Мами Лав от бренда Хэппи Бэби. Вот. У неё много разных всяких вариантов. Расскажи, Зай, что там у неё? Её можно так... Её можно как самостоятельную кроватку, а можно как прикроватную сделать. Типа убрать вот здесь вот решётки. И она как бы у вас будет рядом... Она будет рядом с кроваткой лежать, если вы хотите приставить на её. Вот. Можно вот так вот оставить, чтобы она была приставной. Вот так, да. И тут ещё идут вот такие ремни в комплекте. Так интересно. Это как раз для того, чтобы всё это... Это чтобы вот эту вот решётку убираешь, эти ремни прицепляешь, и чтобы ребёнку там не это не упал. Ну что, кроватка не отодвигалась от вашей кровати родительской? Не, я так понял, что это... Нет? Нет? Хэзэ. Может быть, это и для кроватки. Ну, короче, неважно. Тут ремешки для безопасности, короче. Слава немножко перепутал, но это небольшая проблема. Короче, здесь с двух сторон, ну, так в интернете на картинке у них нарисовано, должны быть красивые вот такие вставки. А у нас получилось так, что Слава сделал с одной стороны красивую и с другой стороны красивую. Но зато можно выбрать, какую сторону поставить. Мне, например, вот это зайчикам очень сильно нравится. Больше, чем да, с надписью. Ну да, немножко перепутал, но как бы это не критично. Какая проблема, чтобы, типа, заморачиваться. Ну и самое интересное и самое главное, это, наверное, вот этот вот маятниковый... Маятниковый механизм. Да. Это самое интересное. Это самое интересное. Ты пока ее не крути, она же закрыта. Зай, зачем? Здесь есть специальные защелки, которые надо сначала вытащить. Оп! Оп! Это как предохранитель. Все, теперь можешь. О! Просто у нас колеса там сейчас активные. Я пойду ногой придерживаю. Но по сути это вообще класс. Мы уже протестили на Виви. Колеса можно стопорнуть. Можно... Да, но мне кажется... Короче, колеса мы сейчас прицепили, но по сути их можно легко снять. Их можно снять легко, да. Да, так что мы просто прицепили, поскольку мы пока не знаем, что да как. Плюс ребенок еще не родился, мы ее, может, будем двигать. Вот. Но так вообще, конечно, классно. Но опять же таки, не знаю. Все советуют по-разному. Кто-то говорит, что лучше не надо ребенка приучать вот к таким вот качаниям, потому что потом после этого не уснет. Но в любом случае мы решили, что раз есть эта функция, есть эта деталь, то лучше ее собрать. Если что, просто ей грубо говоря не пользоваться, например, чем не собрать, а вдруг она пригодится, например. Ну, короче, мы пока сами не знаем. Но я уже представляю, как у нас тут наш малыш полтыхается. Вот так вот его раскачать дофига сильно. Солнышко. Да. Будешь тут стоять, дядя, качать малыша? На самом деле я почему-то здесь на даче наше пребывание с ребенком представляю так, что мы ребенка просто в коляске на улице оставим, во дворе, и все. И будем здесь чилить, шашлыки, у нас пивасик. Ну ладно, в сутках, конечно. Зай, мы без ребенка, это без пивасика обходимся. С чего бы нам пивасик, когда ребенок пойдет? Так что вот такая вот красотища. Очень красивая кроватка. Просто благодать. Оставлю ссылочку в описании тоже, чтобы долго не искали. Но на самом деле это не критично. Можно собрать кому как удобно. Может, кому-то не нравятся рисунки, хочется, чтобы она была полностью белой. Можно к стенке собрать с рисунками. Это тоже клевый вариант. Вот. Ну и матрасик тут тоже по размеру. Кроватки мы его пока не стали распаковывать, понятное дело. Я тут вчера убралась. Классненько все помыла. Пыль протерла. Проприсосила. Полы помыла. И здесь, соответственно, и мы сейчас уже поедем в Москву. Вот эти все вещи соберем и уедем. Дня. Ребята, мы уже приехали в Москву. Причем мы, когда ехали с дачи, заезжали еще на дачу к моей бабушке. Она сварила нам свои домашние вкусные пельмени. Мы попили чайку с печенюшками. Так, знаете, прям как из рассказа какого-то. Поесть пирожков свежих. Ну, короче, и поехали в Москву. Вот. Я сейчас крашусь. Не потому, что у меня там какая-то фотосессия есть. Я сейчас вообще 11. 11 ночи, вечера. Но я спать не хочу, потому что мы весь день валялись в кровати. Вот. Хотя я не могу сказать, что у меня плохой режим. Потому что я беременная часто стою в туалет ночью и утром. Поэтому, по сути, гипотетически я могу встать в любой момент. Чапелька макияжа, замазать прыщи, которые у меня, конечно же, есть. Особенно с этой стороны вообще трешняк полнейший. Вот. И кто-то скажет, типа, Блин, да забей, вообще, не привольни себя в порядок. Я так не могу. Я увидела под моим новым влогом комментарии, типа, девчонки, когда у вас родится малыш. Понятно, что не у всех есть возможность еще что-то, но хотя бы 15 минут в день выделить на себя, на то, чтобы привести себя в порядок, обязательно сделайте, потому что у вас даже настроение поднимется и захочется просто вообще радоваться этому дню еще больше. И я с этим полностью согласна. По крайней мере, сейчас. Не знаю, как будет, когда появится малыш, но мне кажется, найти реально, найти 15-20 минут, чтобы элементарно там что-то, знаете, какую-то плюс-минус причесочку сделать. Я не говорю, что какую-то крутую, но элементарно хотя бы косичку какую-то заплести. Да, но, скорее всего, опять потом будет не очень. Но, блин, для моего настроения очень важно то, как я выгляжу. Когда у меня все лицо в прыщах, мне, конечно, грустно, но бывают ситуации, когда я понимаю, что я с этим ничего не могу поделать. Например, как сейчас. Вот что я сейчас могу сделать? Я же не буду какие-то там, не знаю, лекарства, таблетки пить. Что я буду делать? Типа, следить за питанием? Я слежу за питанием. Что еще я могу сделать? Понятное дело, в комментариях сейчас найдет человек, который напишет кучу вариантов, что еще можно с собой сделать? Ну, я пока не вижу для себя никаких вариантов, тем более, что по большей степени, скорее всего, это какие-то гормональные истории, которые как бы я хотела, не хотела, они от меня не уйдут. Короче, это я к тому, что, когда я вижу, что что-то не так, я думаю, так, щепотка макияжа, и у меня уже настроение будет намного лучше. Поэтому я крашусь просто для того, чтобы потом смотреть этот влог, монтировать его и думать, вау, хорошо, что я накрасилась, не поленилась и замазала прыщи, например. Так намного приятнее самой на себя смотреть. Не знаю, как вам, может, вам вообще пофигу, как я выгляжу. Вы готовы на меня смотреть хоть грязный, хоть неумытый, хоть прыщавый, хоть, я не знаю, какой. Но я вот люблю, когда красивенько, чистенько, и особенно, когда это связано со мной. Да, вы это знаете, поэтому долго развивать эту тему не будем. В общем, рассказываю, мы приехали домой, я такая веселенькая, начала прыгать по дому, радоваться. Хотя у меня на даче было очень хорошо, но радоваться я начала тому, что сейчас я наконец-таки займусь шторами, смогу их отмерить как следует, сделать по размеру то, что нужно, повесить, и вообще будет тут уютно, классно, и не будет вот эта вот дверь торчать, а будет там висеть красивая шторина. Раскрываю я, значит, шторы, с одной все в порядке, все классно, как и планировалось. Раскрываю вторую, а там какие-то пятна, вот я вам видео показываю, дырка, я охренела, прошло уже больше 14 дней, ну типа с момента покупки, и вроде как там по чеку вернуть можно в течение 14 дней, но я уже поделилась этим в Телеграм, и подписчики сказали, что когда брак, можно менять даже там больше 14 дней. Это получается, что я не смогу сейчас нормально заниматься шторами, как я планировала, для чего я вообще типа как бы садилась, планировала там краситься, еще что-то, но сейчас мы пойдем с вами заниматься тоже интересным делом, и потом мы все-таки, скорее всего, если у меня останутся силы, добьем и сделаем одну хотя бы шторину, потому что мне просто охота даже посмотреть, как это выглядит. Ноехали мы достаточно быстро, нам от бабушкиной дачи вообще 45 минут до Москвы, до дома, прикиньте, как классно. А от нашей, получается, показывала час 20, что ли, что-то такое, ну короче, класс. Как-то лучше. Провела себя немножко в порядок. Да, сложные занятия. Вот знаешь, сколько у меня таких занятий, Зай? Вот таких внутренних. Очень много. Глав, Мос, Плодово, Щепром. Нет. Да, это правда неудобно. Ты бы лучше, ты вообще зря так делаешь. Ты их сразу прицепляешь, а кого ты прицепляешь в городах? Да. Мне кажется, тебе надо было бы просто сначала сесть и все свои вот эти штуки отсортировать. То есть, например, взять контейнеры, какие-нибудь или миски, просто за столом включить себе какое-нибудь классное видео или что-нибудь на фон и сидеть просто сортировать. Ну, вот здесь задача сортировать. Ну, видишь, я же начал сортировку уже. То есть, по сути, вытаскиваю оттуда города и они сейчас все сразу будут на первой, второй странице. Это все понятно, но тебе не надо сразу прицеплять. Тебе нужно сначала сортировать, а потом прицеплять уже так, как твоей душе угодно. А ты, получается, сейчас вычленяешь и все. Самое правильное было бы просто снять все. Тебе же все это надо перенести в альбом. Самое правильное это снять все и потом уже вот так вот сидеть и отсортировать. Понимаешь, что в какую? Это было бы намного быстрее, логичнее, потому что сидеть вот так вот вычленять, искать своими глазами города это вообще вред. Ну да, наверное. Надо просто это все снять, взять контейнер. Вот города, которые я успела снять. Нужно взять несколько разных контейнеров и туда складывать. Но сначала просто все снять, потом разложить по контейнерам, а потом уже из контейнера нацеплять. Зато у тебя уже все готово и не надо ничего париться. Поэтому давай я лучше помогу тебе просто это все снять. Давай просто все это снимем. Угу. У тебя есть еще такие? Да. Ну давай. Да нет, давай с этим разберемся. Контейнер, может, какой-нибудь дашь. Вот сюда просто все скидывай. А вот в эти будешь потом что-то еще... У нас можно три категории сейчас собрать. Да хоть сколько, я тебе хоть 20 контейнеров принесу. Я тебе просто говорю о том, что сюда можно переложить, сначала сюда все собрать, а сюда ты потом отсортируешь из всех. Чего ты их так аккуратно кладешь? Так, ребят, если вы не поняли, чем мы занимаемся? Мы просто разбираем кучу ненужных значков. Ну они очень нужны. Но они очень прикольные. Не, ну это же как хобби. Это же, знаешь, кто-то же любит... У всех свое хобби. GTX-писик. Ужасная штука. Не, здесь есть очень, ну, типа, странные. Но это же история. Раньше Советский Союз взял на себя такую функцию, как вот, ну, маркировка и печать вот этих значков создания. То есть если сейчас, как бы, ну, у нас государство не берет на себя, оно только типа на какие-то, ну, важные события, что-то может сделать. Типа какой-нибудь Олимпиаду? Ну да, что-то важное может государство сделать, но, как бы, в таких масштабах все равно Россия наша, ну, не может... Даже если бы и хотела, не смогла бы сделать. Потому что, во-первых, в Советском Союзе было очень много городов, да, республик туда-сюда и куча всяких, ну, типа, мероприятий культурных. Ну да, считай, от каждого лагеря какого-нибудь, какая-нибудь, не знаю, субботник, я бы знаю. Культурного плана и, там, спортивного плана. Кроме того, очень много значков еще есть эпохи Советского Союза. Прям вот именно про Советский Союз, которые воспевают именно тот период нашей истории. Вот, и это прикольно. Мне кажется, ни в одной стране такого нет. Ну, кроме Китая, ХЗ, может, в Китае тоже такое есть. Значки? Ребята, напишите комментарии. Такое количество выпускаемых значков. Кажется, в Китае чего только нет. Чего только нет. Ну, просто есть некоторые прям удивительные. Некоторые удивительные и прикольные. Что это за шубуршание, Викс? А там пакетик какой-то у чего. Просто, Зай, ты в следующий раз, когда захочешь делать какое-то вот такое мелкое занятие, долгое, но интересное, любопытное, которое увлекает твои лапки на многие часы, ты ко мне обращайся. Я тебе сразу расскажу, как это сделать более увлекательно и растянуть этот процесс, но при этом сделать его более легким. У меня тут куча ленинов прям есть. Вот, смотри, какие маленькие ленины. Там была очень классная золотая. Да, здесь просто этих ленинов очень много. И ты делаешь ему отдельную папочку. Ему прям можно сделать отдельную папочку, да. Просто так лучше, когда ты их уже можешь, знаешь, сначала, может быть... Это как... Ой. Что за... Не закрыла. Это как, когда фотографии расставляла в альбом, это ужасные муки и тяжело просто до бесконечности, потому что ты хочешь расставить все классно, красиво, по хронологии, чтобы все было понятно и прикольно, но это очень тяжело сделать, особенно, когда ты не видишь все фотографии перед собой, а их же очень много, например. И самое лучшее, это представить и их разложить, как будто бы как уже готовый альбом. Но это нереально. Короче, это сложно. Смотри, как вы классные. Да, стрёмно. Такое у меня уже есть. Такое. Ты можешь его обменять ударил, Кавказ. Мне кажется, я мелкая была, и еще были значки. Ну, типа... После этих значков надо хорошенько руки помыть. Да, я их все не волнуюсь. Ну, понятно, где они лежали. Нет, нет, просто... 100 лет просто пыли. Какая разница, что за люди их трогали. Тут пыль николая. Чужие руки тебя оставили. У тебя уже своих было много значков, да? Ты их давно собираешь с детства, да? Да. Ну, вот есть некоторые события, которых, ну, типа, я там, не знал. Смотри, есть значок «Донор СССР». Где-то такое еще найдешь. Смотри. Донор СССР. Крутой. Третья степень. То есть здесь еще вторая и первая степень. Чем мне эти значки нравятся? Тем, что они именно старинные. Ну, такие старые. И выглядят необычно. Типа не просто... Тут вылезутся такие, как... Ну, вот этот беспонтовый. Это просто прикольно, но это беспонтовая такая дешманская штука. Дешманская, да. Ну, вы, наверное, не увидите, но обычный такой. А есть прям куты, такие прям вылитые, ты ее травишь, она такая выпуклая. Да, вот это, да, классно, классно. Вот это интересно, конечно. Это какая-то эстетика такая. Причем вот эта эстетика очень заметна именно вот в советских значках, потому что другие значки не такие вот, ну. Хотя у меня есть один значок, который сделали в Дании, и он вообще красивый, очень красивый. Но все равно именно советская эстетика, она тут, ну, прям максимально у нас ярко выражена. И, знаешь, как будто, ну, люди креативить пытались, что-то, знаешь, там делали. Не знаю, мне кажется, это просто какая-то эстетика определенная. Красный цвет, голубой. Типа краски, знаешь, не боялись. Сейчас все такое притерное какое-то, типа эстетичное в том плане минимализма. А тут они все такие яркие, красочные, выклыткие. Да, да, интересные. Глазу прикольно взглядывать, всякие деталики. Хотя вообще, как людям пришло в голову? Не, ну, понятно, как людям пришло в голову. Значки делать. Ну, окей, там какие-то специальные значки. Но вот ради таких вот, знаешь, скажем так, какой-нибудь лагерь, не лагерь, вот там нахрена значки, по сути. Это отличительный этот атрибут. Блин, знаешь, что я вспомнила? Когда я была в садике мелкая... Это вообще непонятно что. Еще гнилось, Тарик, какой-то. Когда я была мелкая в садике, я помню, что... Не знаю, ребят, напишите, у кого тоже такое было. У всех же были свои кроватки там какие-то. И если ты хорошо себя ведешь, например, спал в тихий час, тебе приклеивали какую-нибудь фигню на кроватку. И ты мог проснуться и увидеть, что у тебя на одну там, не знаю, звездочку, сердечко, какую-нибудь штучку стало больше. Это были такие прям, как будто просто наклейки, которые можно снять. Но это было так прикольно. И я просто к тому, что вот эти вот отличительные какие-то штучки, типа тот, у кого больше, тот типа молодец, хорошо себя ведет. Это показатель твоего, ну, как сказать, даже не то, что воспитания, а того, как, насколько ты молодец. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, спишь ты в тихие часы, нет. Это не от воспитания уж, наверное, зависит. От характера, может. От желания спать. Ну, короче, да, прикольно. Это, знаешь, как будто с детства приучают к тому, что есть какая-то это... Может, даже какое-то соревновательное такое. Что, если ты что-то сделал хорошее, то тебя награждают. Ну, да. Типа сдал достаточно крови, да, там, типа, свои. Оп, донор. Лучший донор. Донор. Донор месяц. Вот так сейчас выглядит мой живот. Получается, 26-ая неделя идет. Да. Полных 25 и идет 26-ая. Я такое уже делала не раз. Сделаем еще раз. Что нам нужно? Вам нужно приложить, попросить вашего мужа, бойфрента, маму, подругу, неважно, приложить шторы туда, откуда они у вас будут висеть. И пальцами, ну, где-то в конце, насколько вы хотите, чтобы они были длинные, сохранить. Как удобно можете делать. Я раньше линейка как-то отмеряла, рисовала, сейчас у меня не было в другой линейке и мы просто эту хрень замерили и нам нужно сократить на 35 сантиметров. А это значит, да, что я их должна загнуть или что-то до хера нет. Получается вот так. Ну да. Так и получается. И все это нужно делать одинаково ровно везде. Понятное дело. Это нелегкая задача, но возможная. И да, дамы и господа, есть вероятность, что везде идеально не сделайте. Но можно попытаться. Термоклеевая лента. Она также продается в Дюра Мерлен. И также она шла в комплекте к шторам. Вот. Я возьму побольше. У меня есть опыт, когда не то, чтобы не хватило, все, хватало и даже оставалось, но хочу в этот раз сделать иначе. Нужно будет постоянно замерять, чтобы не облапошиться. И вот это все дело у нас займет время. Но зато у нас потом будут классные шторы. Получается, что нам нужно взять прозрачную херню. Вот такую. Белая, это идет просто как дополнительность. Все равно, я думаю, сюда какая-нибудь бежевая шторка бы получше подошла. Ну, хотя серый тоже ничего. Чем плохой цвет. Надо пропарить. вот здесь, чтобы видеть ровность. Потому что неровно и непонятно. Я уверена, что кто-то мне напишет какой-нибудь классный лайфхак, совет, как это можно сделать. Я просто хочу сделать идеально, потому что у меня есть опыт, когда я делала то же самое нормально. Вот у нас в спальне, где мы скинем, там я тоже так же склеивала. Я как-то видела, как мама это делает, так и научилась. Ну, просто это классный, такой легкий способ, чтобы там не заморачиваться, знаете, не нести в ателье, хотя это самый лучший, мне кажется, вариант, отнести в ателье, чтобы сделать по-человечески. Знаете, я почему сейчас сначала впариваю? Чтобы сразу видеть нижний край, чтобы видеть, что он прямой, чтобы, ну, потому что они так немножко еловятся. все сверяю и потом кладу длинную ленту. Вот здесь у меня аж дохера вообще на 37. О, 0000, новый день. Блин, бурет так быстро летит, если честно, я в шоке. Ну, цвет вроде приятный, такой серый, ну, не сказать, что, короче, нейтральный, мне кажется. и не бежевый, и не коричневый. Надо было повыше. Вот здесь я хорошо посадила повыше, вот не очень. Вот что получилось. Я попросила Славу, он повесил. Причем, что самое интересное, все это время я решила потратить на то, чтобы их все-таки погладить. И посмотрите, какая чушь. Зря я решила их гладить, потому что их все равно надо отпаривать, чтобы они хорошо выглядели. Вот, но по длине нормально. Я как раз не хотела, чтобы они на полу валялись, хотя, видите, там бок как будто валяется на полу. Ладно, пофиг, это вообще будет незаметно. Я сейчас это отпаривать не буду, я буду отпаривать уже тогда, когда вторые повесим. Смотрите, по-моему, мило. Можно даже еще слегка перезакрыть. Я еще думаю, знаете, о чем девочки достать вот эти рейлы с одеждой, установлю их здесь, и у меня будет пока мини-гардеробная. Но на самом деле из хорошего я смогу разобрать эти вещи, и плюс мы планируем уже все-таки шкаф какой-то заказать в коридор. Так что все это в принципе с намеком на будущее, на светлое будущее. Вот. И здесь, когда приедет мебель для малыша дополнительная, потому что мы сюда заказали шкаф, длинный комод, где-то должна стоять кроватка, пеленальный столик, и еще классное, офигенное, уютное кресло для кормления. И не будет места для моего столика для макияжа, но я могла бы поставить зеркало сюда. Я всегда крашусь в маленькое зеркало, вот в это. Вот. Так что, в принципе, гипотетически мне бы хватило. Но тогда кнопку пришлось бы куда-то девать. Либо повесить можно было бы. В принципе. В общем, пока не ясно, но пока из этой комнаты можно сделать мою прям классную девчачью комнату, о которой я мечтала. Так, знаете, кабинет, место, где красится, гардеробная. Прям класс. Можно месяцок-другой понаслаждаться этой комнатой в таком виде. Вот. Но на самом деле, если я сюда достану все рейлы с одеждой, это будет хорошо просто в том плане, что я смогу как-то ей заняться, разобрать ее, отсортировать что-то, что-то в химчистку отдать, может быть. Ну, короче, это тоже будет полезное дело. Вот бы найти на это время и очень хочется его найти. Вот. Так что, хочу перебрать весь дом и везде создать чистоту и порядок. Сейчас я здесь буду наводить порядок. Мне надо поменять постельное белье. Ну, так лень, капец. Уже время пол первого, наверное, если не час ночи. Могу особо не убирать. Ну, я не знаю, смогу ли. Спать неохота. Покажу вам немножко нашего балкона. Честно, я не понимаю, как мы могли допустить такую невероятную ошибку. Тут же, блин, черным, по-коричневому написано Маме Люкс. То есть, это та кроватка, которую мы планировали для дачи. Я вообще не понимаю, как так вышло, чем мы смотрели. По какой из таких причин мы так тупанули. Ну, блин, как будто, вы знаете, может быть, реально так должно было быть. Я уж не знаю. Вот, я все-таки думаю, что было бы очень классно разобраться с этими рейлами. И, во-первых, я увижу новую одежду. Может быть, какая-то из этой одежды даже мне подойдет чуть-чуть. Было бы классно, но не сомневаюсь, конечно. Ну, вот костюмчик какой-нибудь, не знаю, может быть, под животом застегнуть, если с резиночкой. Ну, в общем, да. Надо посмотреть, разобраться. Тут вообще куча джинсовок, ветровок, пальтишек, которые сейчас как раз скоро начнут пригождаться. Костюмчики спортивные. Класс. Нравится. Они столько места занимают. И мне их так много, конечно, с ума сойти. Вообще, вот эти двореллы, если разобрать, то будет вообще улет. Просто улет. Вот. Эти кофты объемные я относить могу, а вот штаны уже не могу. Поспим сегодня на не самом чистом постельном белье. Вот. Ну, оно, конечно, не то, чтобы капец грязное. Типа, знаете, мы пришли с улицы, в грязи повалялись, но уже пора, конечно, менять. Ну, ничего, завтра поменяю. Завтра как раз устроим банный день. Все намоемся, вся намоем, себя намоем. На этом я этот день заканчиваю. Сейчас уже почти два. Я пойду умой макияж и сделаю маску, потому что я каждый день делаю как минимум одну маску для лица, если бы это еще супер классно помогало. Знаете, как будто бы все равно помогает, но некоторые прыщи прям жесткие. Я понимаю, что это именно вот гормональные прыщи вскакивают, а не такие, что, знаете, я сожрала, а что-то не то. То есть прям видно, что это такая. Короче, пойду приводить себя в порядок, просто смывать макияж, переоденусь в пижамку какую-нибудь и сделаю чай. Возьму что-нибудь вкусненько. Ну, два часа ночи. Ну, ничего. И посижу немножко за компом, пока не захочу спать. Еще я видела в рилсах видео, как все раскладывают, обустраивают в шкафчиках для детей. И там была такая хрень, что ты подключаешь к телефону, что-то печатаешь, и эта машинка тебе вот такую наклейку дает. Ну, можно без бургеров каких-то, просто с надписью. Например, не знаю, там распашонки, пеленки, не знаю, а что там еще у детей бывает. Это такая, через три с половиной месяца рожать. Так, а что там у детей бывает? Да не, ну, короче, понятно, ползунки, не ползунки, по размерам все это подписать. Вот, и это будет очень удобно, можно будет наклеивать вот на какое-то там, не знаю, что. И это легко отклеивается, так что я думаю, что прям в комоде, на выдвижных ящичках, типа как вот так вот открываете, и вот сюда клеишь, и сразу понятно, что так, здесь у нас все вот по одному размеру. Вот, и я сказала Славе, показала то видео, я врилась, говорю, мне это надо, просто, мне это очень надо. Я думала, что у нас такого даже нет, я думала, что это есть только где-нибудь за границами, в заморских каких-то странах, но оказалось, что у нас тоже такая штука есть, поэтому я безумно счастлива. Но мне это пока так сильно не надо, хотя это классная штука, даже на какие-нибудь контейнеры с одеждой, а если вы их там куда-то убираете на зиму, то можно как раз подписать там типа такие вещи, такие футболки. Но я обычно это так и так приклеиваю другими стикерами, но это прикольно, конечно, удобно. Так что теперь у нас есть такая штучка классная. Косметика у меня здесь, которую я возила с собой, ну, вообще моя повседневная косметика. Буду разбирать ее завтра, потому что там у меня что-то рассыпалось, все в говне, не хочу туда засовывать, надо будет все помыть, не буду сейчас это делать, хотя обычно я бы добила, начала бы делать, но мне безумно не терпится посидеть за компом, поработать и посмотрите, как стало прикольно. У нас есть знакомый, короче, кто делает шкафы, кухни, нам тут кухню делали и в других разных местах на дачах тоже кухню делали, и вот на даче, где мы были, там тоже кухню нам делали, короче, на заказ. И я попрошу, чтобы приехали, замеры сделали, потому что я все равно боюсь замерять, боюсь, короче, боюсь заказать какую-нибудь херню, сраную. Так что вызовем просто нашего человечка, так сказать, кто нам все шкафы устанавливает, все кухни делал и просто нам все замерят, здесь как надо, классно привезут, сразу покажут какую-то палитру разных материалов и все. И просто мы выберем наполнение шкафа, докуда он будет, что как надо, потому что нам надо у шкафа сделать дырки, чтобы у шкафа открывался, там дырка для того, чтобы что-то воткнуть. Да, нам придется куда-то придумывать, куда девать нашу колонку, ну, не знаю, будем придумывать. В любом случае, что-то да придумаем, наверное, я надеюсь. Короче, посмотрим, подумаем. Ну, в общем, в любом случае, мне нужен здесь шкаф. Я об этом давно мечтаю, наконец-таки созрела вот сейчас. Шкаф, ну, хотя бы вот досюда, чтобы было комфортно, но при этом все равно, да, он будет не широкий. Я замеряла, он получается в глубину будет где-то 55 сантиметров. Ну, в идеале 60 хотя бы, ну, 55 это тоже куда ни шло, вот здесь получается. Вот, высоту 240 и в длину я тоже хотела 240, он был бы прям вот как надо, чтобы дверь открывалась и, ну, впритык, скажем так, до двери, но дверь бы легко открывалась, там, запасом было бы. Ну, короче, решили брать поменьше, потому что, ну, мало ли чего, там еще огромный диван, который когда-нибудь оттуда съедет, ну, короче, решили сильно, ну, массивный такой большой шкаф тоже не делать. Жалко, что здесь розетка. Хочется куда-то ее, это самое. Короче, придумаем, надо будет просто придумать, куда колонку поставить. Так что, вот, мне нужен здесь классный шкаф, куда я все напихаю, запихаю и будет вообще красота. Что-то увезу на дачу. Что-то из этого прям очень много соберу и увезу нахер на дачу. У меня есть, грубо говоря, неделя, а может даже меньше, чтобы все это собрать, набрать нормальное количество и с кайфом поехать на дачу, хотя бы на пару дней, хотя на пару дней ехать очень жестко, хочется прям на побольше. Но что поделать, мы не можем позволить себе такую охрененную роскошь свалить на дачу, потому что огромное количество, миллиарда дел. Я знаю, что я постоянно об этом говорю, что много дел, много дел, но реально, я некоторые дела даже не понимаю, потому что очень многое зависит еще не только от меня, не только от нас, потому что у нас же на носу гендер-пати, и я не знаю пока точную дату, нам же нужно все успеть, нужно выбрать какой-то наряд. Я точно буду, наверное, что-то брать в аренду, хочу что-то классное, красивое, прям, не знаю, может платье какое-нибудь. Короче, надо будет этим тоже заняться, это тоже надо будет поехать искать. Ну, короче, блин, еще на беременную себя найди что-нибудь. Это как, знаете, фотографы там мне пишут, когда мы о съемке договариваемся, типа, ой, там для стилиста пришли за свои параметры. И я понимаю, что эти параметры нужно давать вот прям чуть ли не за пару часов, ну окей, через, не знаю, за пару, хотя бы дней, за дня четыре, в идеале, потому что живот все растет не по дням, а по часам, и есть просто риски того, что что-то возьмут впритык, например, или сильно не тянется, и я уже на съемке не смогу в это комфортно влезть, будет что-то где-то давить, а я, ну, не смогу так, потому что я не ношу вещи, которые как-то могут, не знаю, давить, делать дискомфорт и мне, и малышу, понятное дело. Хотя, понятно, я, может, даже ночью бывает как-то лягу, ну не на живот, понятное дело, но иногда вот я на боку лежу, и я понимаю, что как так? Я когда на боку лежу, мне кажется, у меня такой большой живот, и я прям вижу вот эту вот всю часть, где ребенок. Это так странно. Типа, я вижу вот этот выросший живот прям очень отчетливо, именно когда лежу на боку. Я представлю вот так вот просто, знаете, какую-то грань ставлю, вот где там кончался бы мой живот, да, не беременный, и с ребенком, и я понимаю, что вот в этом комочке уже лежит наш комочек. А впереди еще столько. То есть, грубо говоря, ребенок сейчас где-то 700 грамм, наверное, не знаю с чем. Грубо говоря, 700, может с чем-то, или около того. В общем, примерно это так на скидку, и блин, ему же еще дохрена, ну типа, прикиньте, еще килограмма два, точно, а то и больше. Я думаю, да где же ты там будешь, мой миленький? Куда же ты расти? Я пока не верю, что мой живот может быть еще больше. Хотя я не считаю его огромным, но я уверена, ну-ка не то, что уверена, он же растет, он будет расти, и это так странно, это очень странно. В общем, в общем, пошла смывать макияж, и делать все то, о чем я вам рассказала, что я запланировала, и кайфовать, монтировать для вас новые видео. Так что, до завтра!